Валерий Васильевич, здравствуйте. Прошла еще неделя академик подрос. Ой, сейчас вы видите. Сегодня снова сделал фото, не удержался. Кстати, это профессиональный садовод. Он себя назвал садовником неправильного. Вы садовод, иначе бы сейчас садовходы бы не присылали. Вот. Я таких в жизни не видел, только у вас. Но это у вас. Но чтобы здесь, в Москве, не перестаем удивляться. На мой взгляд, грамм 80 есть, а когда созреть полностью, то все 100 будет. Когда ехал с работы, решил заехать попутно в питомник Садкова. У них растет один абрикос без названия. Никто не знает, какого сорта. Весь усыпан плодами, как облепиха. Но он один. А рядом только одно дерево лычи, перепривито разными сортами. Да и то одна ветка с желтыми плодами. Так завязалось. Этот абрикос плодами меньшего размера, чем ваш академик, раза в три. Снял ролик, пришли. Вопрос, как абрикос, который в питомнике опылился? Ведь он там один. Сейчас буду отвечать, как. Я тренировался на Юнистане. Вон она улыбается. Пока знает только она одна. Ну и те, кто видел фильмы, тоже знают. Кто понял. Вот. Итак, во-первых, смотрим тот самый. Помните неделю назад? Прошла неделя. Как оно вам родится? Вот. Вот такие они есть. В общем, смотрите. Это Москва. Уже ближе к этому Роматическому океану. Но то, что вы видели, чудо, еще более важное чудо, это Калининград. Пока такие случаи единичные. Но в эти годы, если буду жив, я надеюсь, что таких случаев будет множиться, множиться. Часть из них подпадает под явные вегетативные гибриды. Так? Явно. Так. Вот. Теперь, почему здесь, я вынужден ранее сказать, почему здесь сидит Елена Александровна. Дело в том, что я человек предусмотрительный. Я не собираюсь помирать, но она должна ездить там. Болезнь, мало ли что. Все в жизни бывает. Она должна перехватить как? У нее уже тут участок. У нее уже садим сад. У нее, значит, это все будущее. Даже наука связана именно с моим районом. И если что-то случится со мной, вы также заходите на сайт, а там только меняется бренд. Был Жерезов, стал учениц Жерезов. И обязательно фамилия. Фамилия Савенич, 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 Савенич. Вот. Только тогда можно будет доверять человеку. И уже заказывать, в крайнем случае, черенки, косточки и так далее. Вот. Я взялся всему ее научить. Изучить сад, вот и до. Вот. Теперь дальше будет совместная наука. Сейчас увидите. А пока вот. Это еще шажок в Европу. Мне на всех этих примерах важно, что я сколько видел этих фильмов, которые снимают эти профессиональные шоумены. Их садоводами язык не пора назвать. Это Платонова с Ганечкиной, да? Шоумены. С улыбкой колеса деревьев. Вот. Я уже вынужден говорить. Я все равно буду говорить. Нельзя молчать. Нельзя. То, что творится. Вот. А они такого вам не покажут. Вот у него уже в Москве это будет. А у них дерево покрытое плесенью. И изувечивано до такой степени. Я никогда не думал в жизни. Даже зная, что калечит имя рязь. Вот. Придумали 9 видов веток, которые надо уничтожить. 9 видов. Я их даже запомнить себя не могу. А то бы уже это. Если бы так писат обрезал, и дано бы не было бы. А вот это им пока не снилось. А мне надо таких примеров побольше. То есть Савинич, это мой будем называть официальный представитель. Я пока про моральный план говорю. Вот. Вот. Кстати. Специально. Вы представляете, на моих глазах, на ваших. По центральному телевидению. Она отрезала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Она стоит скороговоркой. Заучила это. Зубрижку. Отрезая. Видите. Ветка растущая вверх. Ветка растущая вниз. Ветка растущая внутрь. Вот. И пошла, пошла. И на высоты сколько достала рука. Уничтожила все боковые ветки. Я все в жизни видел. Я видел эти схемы. Там уничтожают. Ну, есть какое-то хоть обоснование под это. А что она сотворила? А самое главное, что вы видите. Это мох. Это дерево, больное до самых верхушек. Запомните, друзья. Учеба есть учеба. Пусть такая эмоциональная. Никогда не подходите к дереву, покрытым хом. Вы можете только приблизить его смерть. Я имею в виду режущий инструмент. Никогда. Дайте ему умереть спокойно. А вдруг она еще пару этих даст. Пару яблонь. Пару штук. Не ведер.